Всем доброе утро! Ванюша, привет! Саша, привет! Ты сейчас упадёшь у меня. Надо стульчик отодвинуть. Ребятки лепят, сидят. Достала пластилинчик. Ванюша попросил. Вот и Санька тут тоже присоседился. Славик, привет, пришёл со школы. Саша болеет у нас, температурка. Вот сейчас немножко спала. Только не кушай пластилин, ладно? Сегодня к нам приедет врач. Вот, поэтому взбиваем пока температурку. Сидят лепят здесь. Так, я пошла молокоотсос поставить. Хочу продезинфицировать, прокипятить его. Я ставлю его сюда, в эту пароварочку. Сейчас его выползну и поставлю сюда. Вот так всё заложила. То есть бутылочку ополоснула и сам молокоотсос, да? Всё, закроем и включу на 5 минут. Вот такое, ребят, решение нашла для себя. Если кто-то тоже думает, как вот прокипятить или там вы в кастрюльках кипятите, пароварка очень удачный вариант. Вот водички только надо долить сейчас. Долью водички. И так вот каждый день, даже несколько раз на дню, ставлю сюда кипятить ванночку и сам молокоотсос. Вот так вот у нас лисе уши спит. Иногда спит в кроватке, а иногда в коляске. Я её там, пока какие-то дела делаю, в зале, допустим, ребятишки могут её покатать, или я её укатаю и потом она засыпает. Ну вот уже второй час спит и улыбается. Я немножко убралась в доме, сколько смогла. Сложила вещи, всё протрясла. На кухне убралась, в комнате убралась, здесь убралась. Сейчас стирка. Так, Славик, это что такое? Вот у кого дети тоже так приходят, бросают, а? Смотрите, что творится. Слава, вешелочку доставай, выворачивай и всё. Давай, всё слаживай. Не надо здесь на стульчик всё. В общем, надо мне будет либо самой пропылесосить, либо мальчишки приедут. Они сегодня на медкомиссии в городе. Мне нужны зубочистки. Сейчас принесу. Уехали, то что, ну, как сказать, лыжная вот эта у них секция, да? Они сегодня там проходят три зубочистки, медкомиссию. Скоро приедут. Вот мне нужно сейчас быстренько приготовить, а уж они, наверное, приедут пропылесосить, потому что я не успею уже ничего сделать. Ну, ладно, занимайтесь, я пойду сварю. Славик, ты перекусил в школе? Ну, Слава кушает сразу. У него три урока, и... Аккуратней, Слава, саживай. Три урока, и он сразу идёт в столовую, а потом идёт домой. На бесплатное питание у нас ходят ребятишки. Так что кормят их там. Ну, как... Кормление, конечно, так себе. По-скромному, конечно, но ничего не сделать. Слава, покажи всем, как ты сложил. Вот у кого дети так тоже сложивают? Да я не умею. Вот, видите. Слава, мы с тобой уже учились, что по стрелочкам нужно сложить, да? Давай ещё раз. Ну, ты чё? Вот так по стрелочкам сложил? Так, Слава, а штаны-то грязные, смотри. Давай стирку. Как не знаешь? Сегодня только всем перегладила утром одежду. Всё настирано. Так, ну, остальное это всё чистенько. Рубашку чистую сегодня одел. Вот, видите, не выворачивает. Слава, надо выворачивать её и вешать аккуратно. Мусор-то зачем? Неси в грязное бельё. Стирки просто миллион. Просто стираем, стираем. Машинка бедная, наладом дышит уже. Посудомойка ещё сломалась. Саша вчера весь вечер ремонтировал, делал насос. Тоже посмотрели на сайте. 7000 насос, представляете? Бошевский. У неё гарантия 10 лет посудомойки. Уже отработала 5. Саша говорит, в принципе, она своё отработала. Она же у нас тут как... У неё... Режим работы-то тяжёлый. Поэтому она... На, вешай. Уже своё, можно сказать, отработала. Новую купить тоже 27000. Так, я не могу одной рукой. Держи. Всё, давай, на вешалочку. И мальчишки там тоже у нас одежду свою вешают. Здесь слишком мало висит. Нормально. Только ваша там висит. Одежда. Больше ничья. Всё, сломалась. Здесь вот уже дверь. Мама, здесь и ваша. А там мои висят платьюшки, да. Мы когда-нибудь заменим, надеюсь, его. Сегодня расстелила диван и уже не хочу его слаживать. Вот видите, везде кружки. Это у меня будет баклажан. Что это будет? Баклажан? А ты что сделал? Вот у Саши точно баклажан. Так, ребят, мы садимся обедать. Сегодня готовила котлетки, как фрикадельки, но только без риса. Духовки толчонку приготовила. Салатик сделали морковный с чесночком. Достала грибочки наши маринованные грузди. Вкус не очень или не маринованный, соленый. У нас идет снежочек там на улице. Он видно, да, холодно. Сейчас проветриваем немножко. Так, жарко здесь готовили. Сейчас ребятишки идут на тренировку. Лиза пришла. Лиза, привет. Вот, так что все, кушаем. Алисочка наша тут бодрствует. Алиса. Кстати, ребята, сейчас покажу вам небольшое видео, где Надюша маленькая и Алиса посмотрите сходство. Мне кажется, что-то общего, конечно, у них есть. И даже очень сильно они похожи друг на друга. Да. Вот. Уже стало больше глазки открывать. Глазит, лежит, пальчиками играется, перебирает их все. Ну. Кушает хорошо, но также подолгу, подолгу лежим. Молочко вроде бы побольше стало. Сейчас пью много жидкости, потом этот опелак допиваю там немножко. Но больше их не буду покупать, сколько есть. Сейчас их нужно будет просто допить и все. А так, жидкость, вода, потом морсики, ну, чай. Вот. Скажи, чтобы молочко было у мамы моей, много-много. Но и все равно сдай его тоже и докармливай, потому что она засыпает. Вот прям спит, я ее и тормошу и за ушко, и за пяточку, и всякое. Она спит и все, пригреется, видать. Потом раскрою ее всю. Вроде проснется. Ну, и потом опять все равно засыпает, присосется к груди, видать, тепло становится, и она засыпает. Ну, скажи так, я могу и два часа с мамой лежать. Ну, Санечка тут ходит. Я тоже проснулся недавно. Так, ребят, хочу ответить на вопрос. Вы спрашивали, чем я лечу у Димы стоматит. У нас автозный стоматит. Это не просто, ребята, блямбочки там, которые такие, знаете, появились во рту, беленькие, а это прям такие вот разорванные дыры внутри там. У него, как бы, знаете, в конце, получается, за зубами, за последними зубами он еще прикусил, и у него там как раз бабахало хорошо. В общем, сейчас уже все полегче. Сейчас немножко вам покажу. В общем, мы пьем витаминки Алфавит. Они тут такие вот, их приходится пить три раза в день, и промежуток между ними четыре часа должен быть. Вот он уже одну пластинку выпил, тут еще у нас еще три получается. Так, Омега-3 это рыбий жир. Тоже как витаминка, да, идет дополнительная. Потом вот такой лизоприм рассасывает по две таблетки три раза в день. Так, что-то тоже он очень стимулирует. Да, так, потом, значит, химотрепсин вот такой. Так, тут вот такой вот раствор, ну, как тут, видите, таблеточка, его надо разводить. Разводить надо вот натрием хлорида и делать примочки. То есть, на тампончик и вот на вот именно ранку ложишь и так минут пятнадцать походить. Вот. Потом вот таким вот препаратом тоже смазываю. Уже, видите, кончился, потому что у Димы периодически вспыхивает этот стоматит и мы тоже его прикладываем на тампончик или на палочку можно и помазать. И вот этот вот еще препарат, винил, тоже его тут уже осталось. Немножко тоже часто его используем. Вот у него у Димы почему-то осенью такие вспышки, знаете, появляются. Так, Алисочка. Провод подает. мама здесь. Вот она, я скажу, мне внимание, внимание. Все, все, моя мама здесь. Так, и вот таким вот еще полоскает листерином или солевым растворчиком делает. Соль разводит иногда туда еще добавляем соды и немножко йода тоже полоскает. Ну вот, ребята, быстренько рассказала, что вот такие препараты мы. Ну, сейчас ему немножко полегче, но очень, ребята, долго лечится, просто вообще очень долго. Я вообще не знаю, когда у него там зарастет. Он чуть-чуть прикусит и опять все это вспыхивает. В общем, иммунитет плохой у ребенка, он плохо питается, надо ему как-то вот с питанием плохо кушать. нет аппетита у него. Ну вот, все, скажи всем пока, а то я не дам больше маме снимать. Пока всем, мне уже, скажи, кушать пора. Все, пойду кушать. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok